Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Елизавета Мамонтова, это студия Ты Художник. Рада приветствовать вас на своих занятиях. Сегодня мы будем рисовать с вами калибри. Нам понадобится вот такое блюдечко диаметром где-то 15 сантиметров. Мы кладем его посередине листа и обводим только с левой стороны. Вот так примерно полукруг у нас должен получиться. Сюда мы поместим нашу калибри. Для начала наметим головку, вот такой кружочек чуть выше серединки нашего большого круга. От кружочка наискосок вниз рисуем овал. Вот такой пухленький кругленький. Соединяем шейкой голову и туловище. Изогнутые линии здесь и здесь. И теперь наметим треугольничком наши крылышки. Одно крылышко и второе поменьше. Крылышки у нас будут иметь вот какую форму. От плечика идет скобочка наверх и потом прямая линия до конца треугольника. И потом она вот таким скругленной линией приходит примерно вот сюда под мышку. Так же второе крылышко. Скобочка наверх, прямая линия и кусочек полукруга мы видим сзади. Теперь наметим хвостик. Вот такими скобочками двумя линиями. Правая линия подлиннее, левая покороче. И внизу соединяем полукругом. И этот хвостик как бы переходит в спинку. Наметим с вами клювик. Тонкий, тонкий, длинный, длинный. Этот клювик у нас вот так плавно врастает к голову двумя скобочками. И сама голова к клювику становится чуть более вытянутая. То есть имеет не округлую форму, а немного сужающуюся. Клювик делим пополам. И все лишнее внутри стираем. Теперь намечаем маленький глазик. И крылышки делим на две части. Первая часть у нас будет состоять из таких маленьких пирожек. А вторая часть из длинных. Так же и вторая крылышка. И хвостик делим на две части. Вот верхняя часть таким уголочком у нас будет состоять из маленьких перышек. А нижняя самый хвостик из длинных. Теперь наметим с вами клювик. И так далее. И так далее. Теперь наметим с вами цветочки. Они у нас будут как колокольчики свисать вниз. По форме лепесточек напоминает капельку. Только скругленную. И один лепесток вот так приподнимем. Как будто калибри туда залезает носиком. А с этой стороны сделаем два лепестка. Сверху прикрепим цветочек к стебелью. Вот таким треугольником. И нарисуем еще несколько цветочков. И еще можно добавить бутоны. Чуть раскрывающиеся. Чем выше, тем мельче. И добавим такие спиральки, завитушки в разные стороны. Играет музыка. Играет музыка. Теперь глазик нам нужно сделать блестящим. Оставим кружочек блик. А остальное закрасим темным-темным карандашиком 8В. И делаем небольшую сверху линию века. Заполняем всю голову маленькими вот такими чешуйками. мелкими-мелкими перышками. И они плавно вот так переходят как будто в спинку. А на животике сделаем крошечные-крошечные вот такие полосочки перышек. Немного другого характера. Добавим не кудровенькие, а прямые. Еще немного перегрев добавим вот сюда крылышка. И можно уже будет закрашивать. Берем салатовый, закрашиваем спинку и крылышки. Теперь желтым закрасим головку. А голубым закрасим живот. Сильно-сильно нажимаем, чтобы цвет получился ярким и не оставалось пробелов между штрихами. И так же голубым закрасим наши колокольчики. Гоу-оу-оу-оу-оу. Теперь возьмем темно-синий, затемним немножко там, где у нас шейка, переход из желтого в голубой, и там, где у нас переход хвостик. Также синим затемним кончики цветочков. Розовым закрашиваем наш клюв. И розовым легонечко проходимся по крыльям. Вот эту лишнюю линию нужно стереть. Теперь берем фиолетовый, обводим каждое крылышко и немножко его затемняем с краю. Субтитры делал DimaTorzok и прокрашиваем фиолетовым хвостиком. Немножко фиолетового добавим вниз животика. Вот такими маленькими штрихами, как будто у нас там перышки. А также кончик клюва. Теперь черным или жирным простым карандашом нам нужно подчеркнуть отдельные элементы. Например, края крыльев, края перышек на хвосте, чтобы они были более четкие, более заметные, более яркие. Немножко клювик подчеркиваем. Вот здесь крылышко. И одно, и второе. И утолщаем некоторые линии в наших цветах. Какие-то завитушки или отдельные вот такие или отдельные бутончики. Нам нужно расставить с вами акценты, сделать контраст, чтобы какие-то линии были более тоненькие, какие-то более пожирные. Чтобы не было все одинаково. Ну вот, наше калибри готово. Я надеюсь, у вас тоже все получилось. Если что-то непонятно, обязательно пишите. И до новых встреч!